Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Моя дочерь 4 года, начала ходить в сад с 3,5. Если я ей что-то запрещаю, не даю конфеты или что-то не делаю, она обзывается, обзывает меня по имени и говорит одно нехорошее слово. Ещё может драться, очень неприятно слышать от неё это, разговариваю каждый день и объясняю, что я мама, маме нельзя так говорить, хватает ненадолго, говорит, что не будет так делать, проходит время, опять же, что дело не так, она так же говорит эти слова. Как найти подход или нужно сходить к психологу, не хочу упустить этот момент, а подальше ещё хуже будет. Такой вопрос. Ну, в первую очередь, наверное, хочется сказать, что вот есть ощущение от вашего сообщения, да, от вашего текста, есть такое ощущение, как будто бы он написан, знаете, вот немножечко в попыхах, немножечко, так сказать, в песке, вот, как будто бы вы написали этот текст. Вот, и, в общем-то, есть такое чувство, что вы, ну, довольно, знаете, много смешивали. Есть такое ощущение, что вы вот, ну, смешивали, смешивали в едино некоторые вещи, вот, и, в общем-то, есть ощущение, что вы, вот, как будто бы, знаете, ну, торопитесь, что ли, торопились, что ли, вот, описывая свою ситуацию, вот, как будто бы. Я бы так, по крайней мере, мог бы сказать, сказать вам, опираясь на, вот, значит, ну, на ваше сообщение. Значит, первое, что вы, на мой взгляд, делаете не совсем корректно. Первое, что вы делаете не совсем корректно, это говорите, это запрещаете, по сути, своему ребенку что-либо вам говорить, только по той причине, что вы мама. На мой взгляд, этот аргумент, аргумент того, что вы мама, не является, ну, не является аргументом. Потому что то, что вы, например, вот, пишите, значит, что вам нельзя, что ли вы говорить, только потому, что вы мама, только потому, что вы, ну, вот, родитель. Ну, вот, по моему мнению, не выглядит, чем-то таким, я бы сказал, корректным, да? Вот, потому что, ну, и вы, и ваша дочь, прекрасно знаете, что вы мама. И, несмотря на это, да, несмотря на то, что вы мама, ну, все равно она это говорит. То есть, соответственно, ей это не останавливает. Вот, если для вас единственный аргумент, который, ну, вот, должен ваша дочь останавливать, это тот факт, что вы ее родители, то этого определенно мало. Этого определенно мало, и этого определенно очень, очень мало. Вот, то есть, здесь вопрос именно, вот, к тому, да, как вы, значит, ну, как вы аргументируете, условно говоря, то, что дочь не должна это говорить. То есть, на мой взгляд, вы аргументируете это просто чем-то, чем-то вроде, ну, чем-то вроде запретом. Вот, то есть, чем-то вроде просто, просто запретом. Ну, вот, это не самая лучшая история, не самый лучший момент, потому что запреты никогда ничего хорошего не дают. Я думаю, что одна из основных проблем заключается в том, что вы не слышите своих собственных ощущений, то есть, вы не слышите себя, не слышите своих эмоций, не слышите своих переживаний, не слышите того, как вы реагируете на, например, то, что делает ваша дочь. То есть, ну, вы просто говорите, да, что вот, что неприятно, да, вот, и все, и все. Но неприятно это, неприятно это неприятно. То есть, в этом смысле было бы очень неплохо, если бы вы как-то вот более, может быть, подробно, более, может быть, полно прислушались бы к себе и заметили, а как конкретно вас это задевает. Вот. Исходя из того, что вы пишете, я мог бы, в принципе, предположить, что у вашей дочери есть некоторая агрессия, некоторая агрессия есть. То есть, вот, ну, присутствует некоторая агрессия, да, присутствует какая-то вот, ну, какая-то злость присутствует, да, как бы на, ну, условно говоря, на вас. То есть, вот, ну, присутствует что-то, что-то такое. И это, конечно, очень, ну, очень серьезно в данном случае оказывает на нее, ну, влияние, да, очень серьезно оказывает на нее воздействие. Вот. Как, ну, как, как мне видится, по крайней мере, как мне видится, по крайней мере, конечно же. Вот. И, соответственно, в первую очередь, на это нужно обратить вам свое внимание. То есть, вам нужно обратить внимание на то, что вот у вашей дочери есть какая-то вот злость, у вашей дочери есть какая-то вот, ну, какая-то тревожность, какая-то вот, не выраженная такая вот агрессия в данном случае, да. вот, и она, это, это агрессия, это злость, вот, она почему-то возникает. То есть, это вот, вот, ну, как бы в данном случае, это то, что происходит с вашим ребенком. И вы, по моим ощущениям, этого не слышите. Вы, по моим ощущениям, этого не видите. Вот. Реагируете вы, ну, запретами на нее, не исследуя при этом того, что вот, как бы, с ней происходит. Вот. Не при, ну, не, не прислушивая, не прислушиваясь к ней. Вот. И не прислушиваясь, собственно, к себе, себе же. Ну, к себе, к себе самой тоже. Вот. А пытаясь, 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 как бы, контролировать ее, вы вызываете, вы вызываете только, ну, собственно, протест. У нее вы вызываете ощущение протеста, вот. Желание с вами спорить и так далее. Вот. При этом не находитесь с ней в эмоциональном, в таком эмоционально-чувственном контакте. Вот. Вследствие чего, как бы, получается, вот, такая борьба. Ну, ну, между, между вами. Вот. И само собой ничего хорошего из этого не получается. Это, это естественно. Вот. Поэтому, дело не в том, чтобы упустить, как вы говорите. Дело не в том, чтобы что-то упустить. А дело именно в том, чтобы разобраться. Разобраться с тем, что происходит с вашей дочерью. Что ее тревожит, что ее волнует. Что ее беспокоит. И так далее. Вот. Вот в этом, в этом направлении вам, на мой взгляд, нужно двигаться. А не в сторону, ну, 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 а не в сторону каких-то запретов. Вот. Которые вы, вот, ну, как-то пытаетесь организовать своему ребенку. Там, если запрет расстает, только ответное желание против этого, как-то, ну, протестовать. К сожалению. Вот. Такая вот история. Большую роль, само собой, большую роль играет нахождение ребенка в детском саду. То есть, совершенно очевидно, что детский сад, как некая такая вот, ну, среда. Совершенно очевидно, что детский сад оказывает какое-то, какое-то, какое-то влияние. То есть, то, с кем она общается, то, с кем она взаимодействует и так далее, то есть, это все оказывает существенное влияние на ребенка. Вот. И это тоже, пожалуй, то, что нельзя игнорировать. Вот. Потому что это реально. Да? Вот. Опять же, здесь речь идет не о том, чтобы что-то запрещать. То есть, речь здесь идет не о том, чтобы чего-то вашему ребенку, ну, не давать в этом смысле слова. Речь здесь идет исключительно о том, чтобы постараться лучше понять то, что конкретно с вашей дочерью происходит. Вот. Именно постараться увидеть, что происходит с ней. и дальше уже реагировать на то, что с ней происходит. В этом смысле реагировать на это тем, что с вами происходит. В ответ на на ее какие-то изменения, да, в ответ на ее какие-то переживания и так далее. То есть, вот это такой, пожалуй, аспект, на который нужно обратить внимание вам. Вот. Еще мне показалось, что в той или иной степени вас как будто задевает то, что вам говорит дочь. То есть вы чувствуете себя вот в этом смысле знаете, как будто бы задеты. то есть вы ощущаете, что она, ну вот, как-то имеет надвенную власть, имеет надвенную контроль. Вот. И вы слишком зависти от того, что она говорит вам. Возможно, возможно, вы не уверены сами в том, что делает. Вот. То есть в каком, ну, в каком смысле вы не уверены. То есть, возможно, вы не уверены, вы сомневаетесь, в том, насколько вы, допустим, правы в своих решениях, в своих, значит, в своих поступках и так далее. Возможно. Повторяйте. И вот то, что вы не уверены в, ну вот, в себе накладывает отпечаток на вас. Вот такой. Что вы, как бы, хотите, ну, какого-то одобрения от дочери какого-то подтверждения. Вот. То есть, это вот тоже такой очень важный момент, связанный на мой взгляд с тем, как вы относитесь к тому, что делаете, ну, к тому, что делаете, к сожалению. Да? То есть, если вы, если вы чувствуете неуверенность в своих силах, если вы чувствуете сомнения в своих силах, если вы чувствуете, вот, ну, какой-то, какой-то внутренний конфликт, например, то само собой вам будет, ну, тяжело. Вот. Поэтому вполне возможно, что вы сами как-то вот в глубине души понимаете сами, что делается что-то не так. Вот. Что, ну, не идет, не идет на пользу вашей дочери, то, как вы себя с ней, ну, ведете, к примеру. Ну, вот. И это вот такая, такая история. Поэтому здесь, здесь, самое лучшее, что вы можете для себя сделать, это прислушиваться к себе и более полно выражать свое, именно свое личное отношениях, к тому, что происходит. Ну, и отношения в семье. То есть, в целом, вот отношения в семье очень сильную роль играет, здесь нужно это поисследовать. Вполне возможно, что там тоже есть какие-то проблемы, да, которые подталкивают ребенка к там, чтобы так себя вести. На этом все, я буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать на с собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи.